Один томограф десятки спасенных жизней. В Архангельском областном клиническом онкодиспансере появилась новая техника. Она значительно облегчит работу медучреждений и позволит в кратчайший срок выявить заболевание, угрожающее жизни, продолжит Виктория Воронцова. В Архангельском онкодиспансере под наблюдением находятся 34 тысячи пациентов. Ежегодно медики выявляют по 4-5 тысяч больных опасным недугом. Нагрузка на персонал и технику колоссальная, поэтому по федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» клинике выделено новое оборудование. Работать с ним специалисты начнут уже в феврале. Оборудование схожее с тем оборудованием, которое уже установлено в больнице, поэтому в целом и сотрудникам учреждения будет комфортнее входить в начальных этапах его использования. И самое главное, что удалось разместить оборудование непосредственно в близости, то есть в соседних помещениях с имеющимся, и это позволит также с точки зрения бережливых технологий, с точки зрения удобства для пациентов стать комфортными условиями для прохождения исследований. На старом томографе ежедневно проходят диагностику от 40 до 80 пациентов, а в случаях поломки аппарата людям приходится ждать, пока его отремонтируют. Установка второго аппарата позволяет в случае, когда первый аппарат уходит в сервис или возникает какой-то форс-мажор, сделать так, чтобы поток пациентов не прекращался и чтобы обследование было продолжено. Ну а в режиме, когда работают оба аппарата, это позволяет резко увеличивать пропускную способность, что, в общем-то, очень интересно пациентам. Важная ступень в лечении больного онкологическими заболеваниями – гистологическое обследование. Специалисты проводят исследования на срезах тканей пораженных органов и по результатам анализов рекомендуют лечение. Для этого у нас приобретено три иммуногистостейнера и аппарат для срочных исследований. Он используется для того, чтобы мы могли проводить пациенткам интероперационную диагностику кровофрезекции при пластических операциях и органосохранных. И пациентка должна получить не просто лечение, она должна максимально сохранить функцию своего органа. Так специалисты диспансера видят невидимое, и по цвету тканей и их реакциям на гормоны определяют необходимое лечение и прогнозируют ход заболевания, нередко спасая жизни северян. Виктория Воронцова, Денис Ленчевский, Регион 29.